Представьте будущее, в котором роботы могли бы сливаться с окружающей средой, изменяя свой цвет, как хамелеоны. Хотя, на самом деле, представлять не нужно, ведь такие роботы уже существуют. Инженеры из Китая создали машину, которая способна изменять свой цвет в зависимости от окружения, благодаря множеству установленных панелей диаметром 50 нанометров. Вот так, дорогие телезрители. Ну а далее в нашей программе еще большее количество мировых новостей. Без политики оставайтесь с нами. В Париже на торги выставили пять небольших бронзовых скульптур Агюста Родена. В их числе отливка знаменитой художественной композиции «Поцелуй». По словам собирателя Жанна Деруаза, эти произведения искусства впервые выходят на рынок. Изюминка скульптуры «Поцелуй» в том, что она сочетает в себе чувственность и духовность. Ведь эта маленькая работа высотой всего 85 сантиметров является символом брачного союза силы и нежности. Накануне в Лондоне состоялось вручение премии БАФТа Британской Академии кино и телевизионных искусств. По красной дорожке под сводами Королевского театра Кавендгарден прошли более двух тысяч гостей. К слову, к этому мероприятию звезды и дизайнеры готовились несколько месяцев. А впереди их ожидает главное испытание – премия «Оскар», которая состоится 28 февраля в Лос-Анджелесе. Тем временем дизайнер и художница Хана Тадзима недавно выпустила коллекцию модной, но скромной одежды для мусульманок. По словам модельера, покупательницы хорошо приняли ее коллекцию и оценили ее уникальность. 18 марта этого года в Лондоне ожидается широкая продажа весенней коллекции. Группа ученых из разных стран мира объявила об обнаружении гравитационных волн, существование которых почти 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн. Но экспериментально это удалось доказать только сейчас. Событие уже назвали началом эры гравитационно-волновой астрономии. Для наглядности ученые представили колебания в виде звука. Этому способствовал также тот факт, что сигнал пришел на частоте примерно соответствующей человеческой речи. Теперь, по словам специалистов, Вселенную можно не только видеть, но и слышать. Британское модное издание празднует столетие своего существования. В честь векового юбилея в Лондоне открылась выставка самых ярких фотографий, опубликованных данным журналом. Экспозиция охватывает большинство периодов в истории издания. Например, на выставке можно было увидеть фотографии военных лет и эффектные снимки топ-моделей. За эти годы на страницах журнала побывали многие мировые знаменитости. От Марлен Дитрих и принцессы Дианы до Дэвида Бекхама. Экспозиция будет открыта до 22 мая. Десятки тысяч людей приняли участие в ежегодной битве помидорами в Чили. Для сражения местные фермеры пожертвовали более 100 тонн томатов. Бойцы, почти полностью покрытые томатным соком и пастой, уверяют, что получают огромное удовольствие от участия в сражении. Отметим, самая главная битва помидорами проходит в конце августа в испанском городе Буньол. Более скромные подобные мероприятия проводятся также в Колумбии, Коста-Рике и Соединенных Штатах Америки. Менеджер по рекламе, руководитель интернет-магазина или любой другой представитель электронной коммерции должен уметь составлять эффективные рекламные объявления. Ведь по статистике от них зависит 80% успеха. Но практика показывает, что представители онлайн-торговли либо неправильно пишут такие объявления, либо не пишут их вовсе. И если вам интересно узнать, как снизить затраты на рекламу и привлечь больше клиентов, тогда не переключайтесь. Как создать свое эффективное рекламное объявление? С этим вопросом сталкивается каждый, ведь хоть раз в жизни нам приходится печатать или публиковать рекламные объявления. Поэтому сегодня мы постараемся выяснить, как именно нужно создавать эффективное объявление. На сегодняшний день очень много рекламных объявлений, но создать действительно эффективное объявление очень сложно. Когда я начинаю работать над объявлением, то в голове сразу же много разных мыслей и не знаешь, какую выбрать. Для того, чтобы создать эффективное объявление, я обращусь к эксперту. Если вы хотите получить качественный список перспективных покупателей, а не просто список имен, то в своем объявлении вы можете пообещать луну с неба, но в результате так и не доставить ее покупателю. Обманом вы заставляете своих клиентов отвергнуться от вас, и в дальнейшем они могут составить о вас нелестную репутацию своим друзьям и знакомым. Естественно, не нужно награживать в объявлении 5-6 этажей, что-то расписывая, необыкновенные качества товара. Потом придет покупатель, посмотрит, и если окажется обманом, то кто будет виноват, что не сработало ваше объявление. Тут другой подход. Если не нужно упустить те лишние детали, наоборот, представьте только позитивные, хорошие качества вашего товара. И кроме того, когда вы работаете с объявлениями, вы обязательно давайте все возможные контактные данные, чтобы в любое время была возможность у вашего будущего покупателя, клиента до вас достучаться. Мы сегодня живем в мире, где все покупается и продается. Реклама уже давно стала обязательной частью нашего бытия. Чтобы привлечь людей к своему объявлению, многие пользуются определенными словами или особым стилем предоставления информации. Так называемые рекламные секреты. Есть какие-то слова, как их можно назвать, палочки, выручалочки, все-таки можно употреблять. Например, чтобы убедить потребителя, что только ему, только ему в это время, только по этой цене нужна эта вещь. Ну, например, эти слова, которые подчеркивают, что последняя модель, что никогда не был использован, и что цена вас приятно убедит. Вот они вроде бы такие простые, но тем не менее они доходчивые до каждого человека. Реклама в нынешнем виде – это изобретение из прошлого века. Первые объявления появились в Древнем Риме, но они не сравнятся с теми шедеврами, которые мы видим каждый день. Платформами для размещения информации для потребителей в наше время служат социальные сети, стены домов, остановки, а также специальные доски объявлений. Я это хорошо помню время. Все было развешано на различных столбах, заборах, остановках. Сейчас вот мы проводили небольшое социологическое исследование, такие объявления не работают. И наиболее эффективным, но только в крупных городах, где хороший интернет, это, конечно же, интернет-порталы. И, естественно, те газеты, которые еще остались специализированы, ну, бесплатное направление, там тоже можно размещать с высокой долей вероятности, что к вам поступит звонок. Такие направления. Но самое эффективное, я вот здесь уже не говорю об объявлении, об вообще рекламе. Вообще сегодня это телевидение. Телевидение вне конкуренции. Как оказалось, написать небольшое объявление не так-то просто. Прежде чем приступить к делу, стоит обратиться к менеджеру, который проконсультирует вас по этому вопросу. Или пересмотреть интернет, чтобы быть уверенным в нынешних трендах и запросах потребителей. Обязательно нужно помнить, что эффективное рекламное объявление должно быть коротким и содержать максимум ваших доступных контактов. Ирина Ковальчук, Нуржан Джумашев, Ильха Маюпов, Жанакун. Оказывается, с помощью правительственного портала ИГОВ можно подать онлайн-заявку в ЗАГС, поставить ребенка в очередь в детский сад и даже оплачивать налоги. О еще больших преимуществах этого ресурса нам расскажет заместитель руководителя операционного зала ЦОН Серик Естемисов. Доброе утро, Серик. Доброе утро. Слушайте, прям как в сказке. Да. И в очередь встал, и ребенка в садик отдал. Можно из дома вообще не выходить. Да, практически. Расскажите, пожалуйста, преимущества веб-портала ИГОВ. Какие на сегодняшний день возможности? Тем более преимущества, как я поняла, день-то дня расширяются. Да, каждый день. На сегодняшний день в портале витронного правительства граждане из поля Казахстана могут получить более 800 услуг, государственных услуг. То есть там много госуслуг, например, адресную справку, актуальные такие госуслуги, адресные, пенсионные отчисления и тому подобие. Ну, преимущество портала, то есть не выходя из дома, из офиса, можно получить любую госуслугу. То есть просто только нужна электронная цифровая подпись, зарегистрироваться на портале и также пошагово пройти на любую госуслугу. Там все достаточно просто? Просто там. Там все разбито на, как бы сказать, на две ячейки граждан и бизнес. Если вам граждан, то есть там у нас расписано, начиная от семьи, бизнеса и тому подобие. Там около 20 у нас пошагово все разбито. Если на портале витрон, там все пошагово расписано. Все понятно. Серик, а вот скажите, можно подать заявку в ЗАГС? А когда уже дойдет ИГОВ до того, чтобы сразу пожениться на сайте, можно было не ходить в ЗАГС? Да. Согласен? Да. Это есть там. И сердечки выплывают. На сайте самом, да, то есть будущие супруги и супруга подают, даются в онлайн-режиме, дают свое согласие. То есть супруг дает свое согласие на, как бы делает приложение, как можно сказать, тоже на сайте. И даже дадут потом бумажечку, да, чтобы… Да, там идет как, делается, сперва подается заявление на онлайн. То есть супруга получает электронную свою подпись, супруг получает, они оба регистрируются на портале и подают заявку. Заявку подают, в течение трех дней заявка обрабатывается, через три дня приходит уведомление. То есть там выбираете срок регистрации на какое число. Ну, госуслугами делается 30 рабочих дней. То есть это все проверяется, что не было до этого браков или были. Это все проверяется на сайте органам ЗАГСа. Есть такая полезная еще услуга, как, например, элементарно. Вот мы все бывали в ЦОНИ, все понимаем, что это маленький город. И там можно провести весь день и даже не успеть до конца сделать свои дела. Да, да, да. И вот, оказывается, с помощью того же портала ИГОФ можно встать в очередь, пока ты отправляешься в этот ЦОН. Пронировать очередь, да, то есть выбираете государственную услугу, какая вам понадобится. То есть вы там на сайте все расписано. То есть какой имена ЦОН, какая госуслуга, в какое время вам удобно будет к нам прийти. То есть выбираете ЦОН, регистрируетесь на портале и все. А то есть ты приезжаешь, получается, и просто говоришь, да, свой номер, который ты... Да, вы даете свое удостоверение личности, автоматом мы биваем ваши... В базе уже есть. И у вас ваш обоин автоматом выходит. И вот такое сказочное явление, как за 15 минут можно зарегистрировать свое ТО или ИП и так далее. Да. Регистрация субъектов мало предпринимательства. Сейчас на портале, ну, более минут 15 максимум. То есть вы заходите, регистрируете, придумываете свое наименование, вид деятельности работы, место своего нахождения. Там все по шагу заполняете и самую последнюю кнопку зарегистрировать. Ну, я думаю, не стоит говорить о том, что это удобно, это реально удобно. Конечно, конечно. Но то, что более 800 услуг предоставлено на этом портале, и я так понимаю, эти услуги увеличиваются? Увеличиваются с каждым днем. То есть мы на сегодняшний день, правительство республики, значит, старается более обширно все взять под свой контроль. Лишь, чтобы все в одном месте, это все взять. Ну, система продолжает работать, усовершенствует себя, чтобы еще более облегчить ситуацию, залатать какие-то недоработки и так далее, и так далее. Да. Ну, спустя, мне кажется, может, какой-то год, может, максимум полтора, это будет самое идеальное. С нашим сайтом всего лишь 9 лет. Только-только начинаем. Вот на сегодняшний день сейчас можно тоже загрузить приложение мобильное управительство. То есть, ну, сейчас у каждого, не знаю, у всех смартфонов. У всех смартфонов, да. У всех есть интернет. То есть также скачиваете приложение мобильное управительство, и там же можно услугу заказать. Посмотреть свои штрафы, если какие-то обновленные буквы, там автоматом, там все, в личном комитете там выходят все данные. Друзья, мобильное правительство. Правительство, да. Такое еще название. Пафосное мобильное правительство. Называйте приложение. Обязательно закачаю себе. Облегчили ситуацию для всех наших граждан. Вам огромное спасибо, Серега. Спасибо, Серега, большое. Надеемся, что в следующий час мы с вами увидимся, мы вам расскажете еще более интересные новости. Да, да, конечно. Мы продолжаем. Сейчас в магазинах существует огромное количество детских игрушек, но по статистике 30% из них содержат вредные химикаты и, к тому же, опасные для здоровья ребенка. Да, и для того, чтобы выбрать безопасную игрушку, обратите внимание на материал, из которого она сделана. Если это пластик, то он не должен быть тонким и издавать посторонние запахи. Еще один важный момент – это качество сборки. Проверьте швы или места соединения пластиковых частей. Если они окажутся неровными и будут выглядеть небрежно, то это явный признак того, что товар некачественный. Выбирайте только самое лучшее для своих любимых балапанчиков. А если они помогают, они не увидят. Они только услышат, что-то побежало или что-то было. У них есть такой образ, что они могут долго-долго-долго не моргать. Потому что они хищники. Потому что змеи всегда не могут моргать, потому что у них хорошее зрение. Человек моргает, а вот змея не моргает. У них нет лесниц, потому что они длинные. Когда они делают вот так, они не помогают. У меня просто глазки окрыты, чтобы все видеть. Потому что у нее есть плавники на ногах, и она не тонет. Потому что у нее ножки хорошо плавают под водой. Потому что утки хорошо плавают. У нее вот такие зазубрины. У них есть крылья, а крылья не тонут. Делают вот так, ножками, чтобы не утонула. Узкая, она уже взрослая, и она умеет плавать. Если кто-то заболел, кто-то чихает или кашляет, ему дают специальное лекарство. Ему дают специальное лекарство, чтобы кашель прошел и чихание. Потому что заболели, что-то такое. Когда приходят болезни, они чихают и кашляют. Ну, может быть, что в нос что-то попало, или ты чем-нибудь простудился. Они чихают от пыли. Мама принимает мне лекарства, может, меня каким-то йодом и все. Надо лечить. Если ты куда-то ходишь, то надо перестать ходить и дома лежать. Принимать лекарства, чтобы ты выздоровел. Выпивать лекарства и теплый чай. Потом ставить укол, потом вату, потом, виденько, заметать. Нужно всякие таблетки или уколы делать. И лежать в постели в теплом-теплом одеяле. Сакен Жаксыбаев, фэшн-продюсер, дизайнер одежды. Имеет специальность учителя истории и английского языка в спецшколах. Организаторские способности, стиль и увлечение Сакена модой определили его судьбу. Дизайнер ищет новые пути, старается конкурировать, сбивая цену и уделяя большое внимание качеству выпускаемой одежды. Ведь именно качество определяющий фактор при разработке одежды. Сакен, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что ты в очередной раз пришел к нам. Наш гость дорогой. Ну, слушай, эпитеты основателя отечественной модной индустрии. Во всех рядах, вообще, по всех рядах, хочется говорить, актер и певец. Да, 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 да. Как это обычно бывает. Ты знаешь, у нас вопрос, мы же немножко пошутили, да, вот, до студии. Без какой вещи не обойтись в ближайшем сезоне, да? И вот пошутили, что нужно иметь дом просто, да. Доброе утро много, да. Но главное ключевое слово – это доброе. Да, 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 да. Итак, обо всем по порядку. Я понимаю, что неоднократно эти вопросы были задавались, но у нас новые есть зрители по ту сторону, программа «Жнакомь тем более». Утром, проснувшись, увидели такого модного стилягу, о котором знает страна, чье имя уже «Зе Эдж Сакент», уже как бренд известен. Как ты пришел к этой деятельности? Кто ты по профессии вообще? Дело в том, что я всегда занимался, будучи еще студентом, я занимался всегда организацией мероприятий в университете, в родном городе Петропавловске. Такой ивент. Да, такой. Ну, тогда не было понятия «Ивент», это была организация мероприятий. Старость-то был, да, такой? Да, да, консорт. И я занимался организацией мероприятий, и одной из деятельностей была организация конкурса «Мисс Северный Казахстан». И тогда, вот, я, проводя и занимаясь подготовкой конкурса «Мисс Северный Казахстан», я познакомился с Аленой Ривлиной, и которая тогда, в далеком 2002 году, пригласила меня уже работать, переехать в Алматы и заняться карьерой в качестве скаут-директора одной из крупнейших модельных агентств на тот момент, откуда вышли все легендарные казахстанские модели, как Айнуру Стамбекова, как Маргарита Кравцова, которая стала вице-мисс мира, Катя Шарапова, ну, кучу, очень много. То есть ты считаешь, что этот период для тебя такой судьбоносный трамплин был? Да, вот, на самом деле. Вот это случайное предложение. Да, вот, Алена меня пригласила, за что я очень сильно благодарен всегда, и всегда стараюсь как-то упомянуть об этом, хотя Алена всегда мне при встрече говорит, блин, Сакен, ну ты лично из меня делаешь какую-то прям библи-гульту легенду, значит, всегда там постоянно меня благодаришь и благодаришь. Ну, а затем как-то, занимаясь организацией уже конкурса «Мисс Казахстан», «Неделя высокой моды», я, проработав три года, понял, что я уже вырос из этого агентства, и мне Алена сказала, типа, удачи, давай, двигайся сам, поскольку ты уже перерос быть продюсером внутри нашего агентства. И я тогда, в 2005 году, в конце 2005 года, я открыл свое уже агентство, одно из крупнейших ивент-агентств в области моды. То есть мы не занимаемся мероприятиями, свадьбами, день рождения, мы вообще это не делаем. Ну, Сакен, ну подожди, я же была на свадьбах, которые ты организовывал, ты шикарно все делаешь, очень со вкусом. Ну, ведь это был подход, немножко креативный. Да, да, да. Знаете, мы... Ты делаешь исключения для друзей, может быть? На самом деле, мы делали максимум, я вот на своей истории, я знаю, что, может, я сделал три свадьбы, но там был абсолютно другой европейский формат, это была французская подача, то есть на столах ничего не было, вообще не было никаких... В смысле на столах ничего не было? Ну, имеется в виду была французская подача, там, первая, вторая, третья, десерт, чай, вода, лимонад, там, образно, и все. То есть вот этого засилья салатов под пленкой, вот этого ничего не было. И не было вообще никаких тостов, и свадьба была в таком европейском формате, то есть коктейль, регистрация и там, вечерний ужин, и все. Ну, просто интересно, как это прошло, одобрили наши? Я думаю, самое главное, что жених и невеста довольны, они получили то, что желали, и это самое главное, наверное, поскольку... Да, то, что хотели. То, что хотели, и я думаю, для меня самой главной оценкой моей работы в организации вот той свадьбы, я думаю, что было счастливое, довольное лицо невесты и жениха, это самое главное. При такой загруженности у тебя, получается, ты руководитель трех фирм сегодня, да, бренд ZH? У нас компания, и у нас ивент-агентство, у нас производство одежды ZH-Saken. Причем ты сказал, что цех сейчас увеличился. Да, в апреле очень большую лабораторию по пошиву, поскольку та инициатива, которая была выражена нашим президентом, что Made in Kazakhstan сделано в Казахстане, сполыхнула вот такой, как сказать, легкую промышленность. Это стало трендом. Открываются в столице универмаги, где продаются продукты, сделанные на территории Казахстана. И я думаю, что на этой волне мы как-то немножко расширились и открыли лабораторию по пошиву экспериментальную, которая напичкана вообще машинками последней, как сказать... Технически очень оснащена, да? Да, это все там на компьютерах, и даже многие мастера швеи не могут работать в силу того, что не знают, как работать с машинками японского производства. Вот, это компания ZH-Saken Woman. Магазин, конечно же. И, конечно же, которым год назад мы открыли... Это третья компания. Мы открыли первый концептуальный магазин, где продаются не только... Аксессуары. Да, продается одежда нашего, моего бренда, и плюс продаются дизайнеры, которые мне нравятся в области. Например, у нас там продавался Леонид Жеребцов в свое время, который делал для нас капсульную коллекцию. У нас продавался Алексей Джер... Наши только. Наши, да. То есть мы выбираем тех, кто... Кто тебе близок по духу, да, по стилю. По стилю, и которые могли бы там, ну, привлечь еще новых потенциальных клиентов в наш магазин. И продаем мы аксессуарную линию, поскольку мы сами не занимаемся производством аксессуаров, мы продаем аксессуары, которые мы находим по всему миру. Там, в Гонконге, в Лондоне, вот только вернулись недавно с Флоренции, с Парижа, с Милана. И у нас продаются те аксессуарные линии, которые представлены в очень крутых магазинах Европы. И то есть не нужно куда-то ехать или там искать на сайте, вы можете прийти в наш магазин, где ценовая политика очень хорошая, поскольку мы не ставим... И вот такой, кстати, сегмент, какой вот сегодня одеться под брендом ZH-сакет? Ну, знаете, у нас ценовая политика, я не знаю, почему-то думать, что если все, что связано с Акеном, это очень дорого и очень затратно. Я могу сказать, что у нас, например, футболки, которые мы сейчас выпустили в гню Святого Валентина, они стоят у нас 7500 тенген, но они сделаны на территории Казахстана. Это 100% казахстанский продукт. Мы платим с этого налоги, мы платим... То есть мы задействуем очень много людей. Это качество. Деньги остаются на территории нашей страны, и они остаются в качестве налогов, отчислений в бюджет. В конце концов, ты зарплату людям оплатишь, и обеспечиваешь рабочие места. Да, мы платим. Посмотри, в последнее время, за последние годы, что греха таить, наши дизайнеры, известные, именитые, не ограничиваются популярностью и признанием у себя на родине, пошли далеко. Как обстоит дело с брендом ZH-сакетом, за границей? Вы знаете, у меня нет таких глобальных наполеоновских планов, чтобы захватить европейский. Конечно, мы хотели бы продаваться в том же колете или где были, но у нас 17-миллионная аудитория в Казахстане, которую мы могли бы одевать. И хотелось бы, чтобы нашу одежду носили на территории Казахстана, чтобы мы не ограничивались только Астаной, Алма-Атой, Шимкентом, Петропавловском еще. Мы вот сейчас обращаем свои взоры на запад Казахстана. Мы только недавно были там в Актау, в Атерау. Но мы продаемся в Европе через свой сайт. И у нас есть клиенты, которые живут в Дубаях, в Лондоне, есть клиенты, которые живут в Америке, в Испании. И у нас есть... Мы продаемся через интернет, у нас есть свой сайт. И я думаю, что пока нам этого достаточно. Сакен, ну, слушай, не могу упустить возможности. Ты, как известный стиляга нашего города, пожалуйста, нам с Аланом. 24 февраля сегодня. Весна буквально на носу. Без чего, ну, коротко, невозможно будет обойтись. Вестой. Вы знаете... И мужчинам, и женщинам. Вы знаете, я привержен с такого кэжуал стиля. То есть я очень люблю комфорт. И в первую очередь для меня это... Я ставлю в огловый угла, чтобы было человеку комфортно, удобно, и было, по крайней мере, тепло, учитывая климатические условия. Но то, что я могу сейчас сказать, это будет работать, например, только в Алма-Ате, но не может, например, работать в Астане, или в Петропавске, учитывая погодные условия. Да, да, да. Но я бы сказал... Вот какой-то элемент. Вот, знаете, мне очень нравятся сейчас знаменитые джинсы Левайс, которые вот были 501, да, знаменитые и... Классика. Классика. Вот мне нравятся вот эти классические джинсы, которые будут снова актуальны в этом сезоне. И Левайс перепускает свою вот эту знаменитую версию 501, 501. Вот темно-синие джинсы, обычная, хорошая, белая футболка. Или рубашка, да? Да, белая рубашка, ну что это такое? Стильный, легкий плащ, анорак. Ну, желательно, чтобы он был не черный, там, он должен быть темно-синий, там, темно-зелетный, болотный. Сверый может быть. Ну, чтобы поиграть по цветовой... И какие-то лоферы. Я бы порекомендовал кроссовки, знаете, обычные кроссовки. Или, в крайнем случае, если у вас, вы как-то ограничены по бюджету, купите простые конверсы. Они сейчас в Алма-Ате стоят, ну, около 9-10 тысяч тенге. Я думаю, что при правильном распределении своего семейного бюджета уже 10 тысяч тенге можно выделить на хорошие белые конверсы, которые свои себя отработают. Кстати, тебе нравится сейчас очень тенденция такая пошла, которая мне лично очень импонирует, потому что я терпеть не могу каблуки высокие, что сейчас классику миксуют, причем не с какими-то там лоуферами, да, а конкретно с чистой воды спортивной обувью. Ну, это касается того, что в нашем понимании спортивная обувь, она поменялась немного. Да, сейчас, конечно, И если мы раньше думали, что спортивная обувь это только для занятия спортом, то сейчас, в связи с тем, что большие мировые спортивные бренды работают, создают коллаборационные вещи, то есть сейчас понятие спортивная обувь, она немножко размыта, она стала более фэшн, более яркой, более носибельной, да, и есть, конечно, обувь, которая чисто для занятия спорта, поэтому мне нравится, когда девушки может в таком красивом в ретро-шике платье, да, и на ногах будут там красивая, стильная, спортивная там обувь, типа красоты. И удобная и красивая. Да, вот так. Не забывай про стиль, у нас модно одеваться любят все, несмотря на то, что это утро, и мы так заговорили о моде сразу, быть может, сейчас наши приятные советы, и многие наши зрители собираются сейчас по своим делам на работу, вот этот будет совет для них очень полезен, в чем сейчас пойти. Так что не забудьте про спортивную обувь, она нынче будет в тренде. У нас есть приятная традиция, Сакен, нашим телезрителям некий посыл, поздравления, ну и пожелания с утра. Ну, я хотел бы пожелать в преддверии весны каждому телезрителю программы «Жанна Кун» хорошего настроения, весеннего задора, больше улыбок, поскольку все положительные эмоции отражаются в вашей личной жизни, в вашей финансовой благополучности и вообще в отношениях с людьми. Спасибо тебе огромное. Я думаю, ты своим присутствием просто сейчас не только поделился какой-то полезной информацией, но и очень многих вдохновил выглядеть более стильно. И может быть сейчас, выходя из дома, придумать какое-то сочетание, на которое вы раньше никогда не решались. Если вы войдете в стандартном костюме, просто добавьте хотя бы шар. Или вот посмотрите, ну вот этот замечательный такой элемент. Всем желаем хорошего дня, приятного настроения, друзья. С вами была Алена Петрова, Алан Черкасов, Сакен Джексибаев и программа «Женакон». Всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»